Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня речь о мужской и женской природе. Всем известно хорошо, что Бог во всех языках это существо, слово, по крайней мере, мужского рода. Слово мужского рода и у нас недаром спаситель, сын божий. Сын, не абстрактное какое-то дитя неизвестного рода, не дочь, но сын. Интересно, что уже добавим в скобочках, что дух святой по-русски тоже мужского рода, а по-гречески уже среднего. А Бог-отец и Бог-сын обозначается существительным мужского рода и отцетворяет природу мужскую. По-че. Понятно почему. Мужское начало, начало активное, начало действующее, начало дающее. Женское начало, начало принимающее, начало пассивное. В этом нет ничего удивительного. Да, это так в природе, так оно и устроено. И совершенно ясно, что Господь творец всего и податель жизни, податель благ, естественно ему быть представителем мужского природы. А вот теперь посмотрим чуть поглубже. Если Бог начало дающий, то человек, независимо от его, так сказать, половых признаков, мужчина и женщина в любой ситуации будет началом принимающим. Будет природой. Алиска сваляет собой или являет природу принимающим. Мы все невесты Христовой. Церковь – это невеста Христова. Церковь, составленная из мужчин и женщин, следовательно, мужчины и женщины в равной мере могут себя называть невестами Христова. Вспоминаем притчу о десяти девах. Такие десять дев – это люди. Ну, мы-то с вами, я имею в виду, мужчины. Ну, мы разве девы? А в притче в этом мы оказываемся прообразами дев. Вспомним слова апостола Павла из послания к Ефесянам, о котором мы читаем, например, бракосочетание, о женихе и невесте, о муже и жене, что они представляют собой, олицетворяют отношения Христа и Церкви. Тайность и облика есть, говорит апостол Павел, говорю вам о Христе и Церкви. Если Христос – это Бог, Церковь – это люди, Христос – это жених, Церковь – это кто? Невеста. Что же получается, дорогие мои? Мужчина – существо мужской природы по человечеству, а перед Господом Богом, мы, мужчины, оказываемся в положении носителей женской природы. Получается, что мужское существо, что мужчина – существо конфликтное, противоречивое, расходящееся. С одной стороны, я должен, как мужчина, как на земле жить, как мужчина в земной своей функции. Перед Господом я уже невеста, перед Господом я уже носитель женской природы. А женщина, напротив того, существо вполне гармоничное. Она и тут женщина, и там женщина. И в земной своей жизни, и в жизни небесной, и в практической, и в религиозной. Недаром поэтому женщине присуща гармонии, женщине присуща способность приспосабливаться к любому обстоятельствам. Женщину часто сравнивают с кошкой, которая, откуда бы она ни падала, приземляется на четыре лапки. И вообще, кошка – очень грациозное и гармоничное существо. А мужчина, там, в сравнении немножко с другими животными, более упрямыми, менее умными. И все это, оказывается, имеет под собой глубочайшую богословскую и антропологическую подоплевку. Господь наш Иисус Христос для нас – пример, для нас образец. И мы, мужчины, носители этой мужской природы, идем впереди наших сестер в следовании за Христом. Здесь с удивлений никого нет. Но вот это наше лидерское качество, это обязанность идти вперед, она, к сожалению, фактически требует от нас очень многого и несет в себе вот это внутреннее, серьезное, глубокое противоречие. Мы должны быть, сохранять и мужские свои качества, и помнить, что мы перед Христом – мы его невесты. Давайте не будем этого забывать. И, возможно, вот осознание этого факта, этой внутренней гармонии женщины и внутренней противоречивости, конфликтности мужчины поможет нам всем пройти наш земной путь достойным образом. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok